Мадемуазель Бельфор Месье Шамани сказал, что с судьей нам повезло. Месье Гюсо отличался миролюбивым нравом, и его сердце не ожесточилось за столько лет работы в суде. Конечно, даже такой доброжелательный человек, как он, не мог оставить меня без наказания вовсе. Но я надеялась, что все сведется к самому мягкому его варианту. Лишение стипендий, неудовлетворительная отметка за поведение по результатам семестра и отмена каникул до конца обучения. Вот что грозило мне за сваренное приворотное зелье. Да, без стипендии придется туго, но можно попытаться найти подработку в самой академии, но ту же кафедру зельеварения всегда требовались мойщики склянок. Ноль баллов за поведение? Подумаешь, какая жалость, я никогда не отличалась примерным нравом. А то, что все каникулы, на которые другие студенты разъедутся по домам, я вынуждена буду проводить в Алноре, меня тем более не пугало. Поместье отца находилось слишком далеко отсюда, а денег у нас было слишком мало для того, чтобы позволить себе столь дорогие путешествия. Я отыскала взглядом в заполнивший зал судебных заседаний толпе Стивена Кларенса и послала ему подбадривающую улыбку. Мне совсем не нравилось, как он выглядел. Растрепанные волосы, помятая рубашка, а ведь прежде он менял их несколько раз на дню. И плечи, его плечи были низко опущены, что показалось мне дурным знаком. Только бы он не вздумал все испортить. С него станется заявить во всеуслышание, что зелье на самом деле варил он, а не я. Я подумала об этом и содрогнулась. Нет, никаких признаний с его стороны быть не должно. Для него это дело могло закончиться гораздо хуже. Никто не поверил бы, что такой серьезный молодой человек, как он, стал бы варить приворотное зелье. А дополнительное расследование наверняка установило бы, что зелье было совсем иного свойства. Это было зелье правды. Зелье, готовить которое строжайше запрещено. Тут уж лишением стипендии точно бы не обошлось. За такое как минимум отчислят из Академии без права восстановления. Для Стивена это стало бы концом всего. После получения диплома он собирался поступить на службу в одно из столичных министерств, а для этого нужна была безупречная репутация. Ах, если бы я владела ментальной магией и могла обмениваться мыслями на расстоянии. Я запретила бы Стивену сомневаться, и чувствовать себя виноватым тоже бы запретила. Мы поступили правильно. Только так и следовало поступить после того, что случилось. — Остановитесь, Ваша честь! Громкий голос будто разрезал тишину в зале, установившуюся после адресованного мне вопроса судьи. Я вздрогнула и повернулась к дверям. На пороге стоял незнакомый мне мужчина, высокий, статный, темноволосый. Его высоко поднятая голова и грозный взгляд выдавали в нем человека высокого положения. И то, что он обратился к судье столь бесцеремонно, тоже говорило о многом. — Этого нам только не хватало! — пролепетал сидевший на лавке рядом со мной месье Шамани. В отличие от меня, он, кажется, знал, кем был этот незнакомец. И в ответ на мой невысказанный вопрос он торопливо пояснил. — Это герцога Лансон Модмазель, сын его светлости и герцога Алнорского. Ах, вот как! Это был сын ректора магической академии, в которой я имела честь учиться. Того самого ректора, который, к сожалению, пострадал от неумелых экспериментов Стивена. А значит, ничего хорошего ждать от этого визита не приходилось. — Я требую вашу честь, чтобы обвинение было пересмотрено. Я полагаю, что речь должна идти о более тяжкой статье. — Помилуйте, ваша светлость! — Но на каком основании? — взвился со скамьи мой защитник. Герцога Лансон прошествовал вперед и остановился в двух шагах от стола, за которым восседал судья Гюссо. На его светлости была посеревшая от пыли дорожная одежда, судя по всему, он пришел в зал суда, едва выпрыгнув от седла. — Вам нужны основания? — холодно улыбнулся он. — Ну что же, извольте. Ваша подзащитная сейчас обвиняется в том, что приготовила зелье, включенное в запрещенный список, не так ли? — Именно так, ваша светлость! — подтвердил месье Шамани. — Да, использовать заклинания и отвары, направленные на управление чувствами, строжайше запрещено, но речь идет всего лишь о приворотном зелье. Кто в ее возрасте не баловался чем-то подобным? Герцог усмехнулся, всем своим видом показав, что уж он-то точно никогда не был замечен в подобной ерунде. — Если бы все было именно так, месье, то, возможно, я согласился бы с вами. Но в данном случае все куда серьезнее. Он перевел взгляд с месье Шамани на меня, и я почувствовала, что краснею. — Скажите мне, мадемуазель, верно ли, что вы стали варить зелье как раз накануне важного экзамена, который вы должны были сдавать именно герцогу Алнорскому? Я не поняла, с какой целью он задал этот вопрос, но кивнула, глупо было отрицать очевидное. Расписание экзаменов было известно всем. — Мне также известно, что в этом семестре ваши оценки по магическому зельеварению, которые преподавал мой отец, были крайне низкими. Это уже был не вопрос, а констатация факта, и я растерялась, в какое отношение это вообще имело к делу. — Вы имеете право хранить молчание, — шепотом напомнил мне мсье Шамани, но я и без его подсказки не собиралась ничего говорить. — Вы боялись получить неудовлетворительную отметку и решили избавиться от строгого преподавателя? Нет-нет, не возражайте. В вашем положении, естественно, все отрицать. Я не утверждаю, что вы покушались на его жизнь. Возможно, вы всего лишь хотели уложить его в постель на несколько дней, но, будучи неумелым зельеваром, не рассчитали силу эффекта. Но бездарность не может служить вам оправданием, а учитывая, что герцог Алнорский является братом его величества Бенджамина II, то полагаю, что мы можем применить статью 17 Магического кодекса «Умышленное причинение вреда здоровью члена королевской семьи». То, что он говорил, казалось мне безумием. Кто мог бы захотеть причинить вред герцогу Алнорскому, на котором держалась вся наша Академия? Он всего лишь оказался не в то время, не в том месте, а Стивен бросил в котелок гораздо больше сушеных ягод амелы, чем следовало. — Статья 17? — переспросила я. — Этот номер мне ни о чем не говорил. Магическое право мы должны были изучать только на следующем курсе. — Каторжные работы на срок от одного до трех лет, — подсказал месье Шамани. В его глазах я прочитала ужас. Я сглотнула подступивший к горлу комок. Разве мы могли предположить такое? От одной мысли о том, что об этом узнает мой отец, мне стало дурно. Одно дело лишиться стипендии и каникул, и совсем другое — вместе с преступниками попасть на рудники. — Мадемуазель Бельфор, — услышала я голос судьи. — Вы имеете что-то сказать? Еще можно было сказать правду. Признаться во всем и отделаться общественным прицанием. Любой бы понял девушку, решившую помочь своему жениху. Но что тогда будет со Стивеном? Его положение усугубит еще и этот обман. А если дознаватели узнают, что речь шла не о приворотном зелье, а о зелье правды, то с них станется обвинить Стивена в государственной измене. Нет, этого я допустить не могла. А отец... Ну что же... Ему придется ждать моего диплома чуть дольше, чем я обещала. — А когда срок работы стечет, — прошептала я, — я смогу вернуться в академию, но это нет никаких запретов. Я обращалась к миссии Шамани, но его светлость обладал острым слухом. — Вернуться в академию? Его голос прогрохотал под сводами зала. — Мадемуазель, да вы или шутите, или сошли с ума. Но если все-таки вы задали этот вопрос всерьез, то знайте. Если вы когда-нибудь решите вернуться сюда, я сделаю все, чтобы ваше пребывание в Алноре стало невыносимым. Даю вам слово герцога Алансона. Меня трясло от страха и обиды, но я сумела сдержать слезы. Бельфоры не сдаются. Никогда! Глава первая Несколькими месяцами ранее Запомни Лоренцо. Бельфоры не сдаются. Никогда! Голос отца звучал торжественно и строго. Учеба в столь славной академии — не такая простая вещь, как ты думаешь. Но ты должна быть сильной. Я трапливо кивнула. Конечно, папенька! Я не понимала, зачем он объяснял мне прописные истины. Я прекрасно знала историю рода Бельфор, гордилась своими предками и была намерена не посрамить фамильную честь. Об учебе в Алнорской академии магии я мечтала с тех самых пор, как научилась читать и писать. Это была самая знаменитая магическая академия в этой части света. Все самые известные маги современности были ее выпускниками. Для меня не было секретом, что и папенька когда-то мечтал учиться именно в ней, но в то время это было невозможно. После закончившейся полтора столетия назад Великой войны, Верландия, где находилась академия, прекратила всякие дипломатические связи с соседними странами. И только несколько лет назад, когда стало наблюдаться некоторое потепление отношений, ее граница открылась для лиц, путешествующих частным образом, чем я и собиралась воспользоваться. Я хотела попасть в академию еще в прошлом году, но стипендиальные программы, дававшие возможность учиться бесплатно, объявлялись только раз в пять лет, и сейчас был как раз такой случай. «Бесплатных мест всего десять», напомнил отец, «а желающих их занять наверняка найдется не одна сотня. К абитуриентам будут предъявляться самые строгие требования. Поэтому не расстраивайся, если не сумеешь пройти отбор». Я посмотрела на него с удивлением. Эти его слова несколько противоречили предыдущим, и я не могла не возмутиться. «Папенька, что вы такое говорите? Конечно, я пройду отбор!» Наверное, это было нескромно, но я считала себя сильным магом. Да, мне не хватало некоторой теоретической подготовки, но зато практики было сколько угодно. Так неужели выросшие в тепличных условиях девочки и мальчики из благородных верландских семейств смогут со мной сравниться? И поступить в Алморскую академию был мой долг перед отцом. Я знала, как он страдал из-за того, что не мог позволить себе оплатить мое обучение в академии. «Я уничтожу всякого, кто встанет у меня на пути», заявила я с самым серьезным видом. Папенька вздохнул. Похоже, именно этого он и боялся. Путь до Алмора был неблизкий, и мне следовало выехать заблаговременно, так, чтобы сборы начались еще за месяц до вступительных испытаний. Вся немногочисленная, но зато преданная нам прислуга отчаянно пыталась из ничего составить мой парадный гардероб. В ход шло все. Пыльные гардины с окон в больной зале. У нас все равно давно уже не было балов. Пожелтевшее бабушкино кружево, отыскавшееся в сундуках на чердаке, и даже старые папенькины мундиры. О приобретении новых нарядов не могло быть и речи. Это пробило бы серьезную брешь в нашем скудном семейном бюджете. А ведь следовало оставить денег на дорогу. «По-моему, получилось недурно», сказал папенька, когда я примерила одно из столько-только сшитых платьев. Я посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась. Такое платье могла бы носить моя прабабушка. Ткань местами потертая, была слишком темной для юной девушки, а фасон отставал от моды на добрую сотню лет. Но следовало радоваться хотя бы и этому, иначе мне пришлось бы отправиться в Верландию в тех нарядах, из которых я уже выросла. И юбки, которых едва доходили, мне дощиколоток, оставляя неприкрытыми мои дырявые башмаки. И, чтобы не расстраивать папеньку, я улыбнулась своему отражению и ответила. «Да, платье прелестно». Мне не терпелось отправиться в Алнор, но когда день отъезда настал, я ощутила такую грусть, что едва не применила решение. Папенька был уже не молод, а если не считать наших слуг, я оставляла его совсем одного на целых три года. Он так и не сумел обзавестись сыновьями, именно мне надлежало о нем позаботиться. Но, боюсь, если бы я осталась в Бельфоре, то расстроила бы его еще больше. «Учись прилежно, дитя мое», оставлял он, когда я садилась в нашу старенькую карету. «Непременно, папенька», — пообещала я. «Тебе не придется за меня стыдиться. Я окончу Алнорскую академию, научусь превращаться в дракона». «Тебе скажут, что это невозможно». Его губы чуть дрогнули. «Да, скажут», — согласилась я. «Только я так и так научусь». И грустно прибавила. «У нас все равно нет другого выхода». Карета тронулась, но я долго еще смотрела в окно, до тех пор, пока угловатая фигура отца, махавшего мне шляпой, не скрылась из вида. Родной Бельфор я знала, как свои пять пальцев, но никогда прежде я не уезжала так далеко. В столь важное путешествие молодая девушка должна была бы отправиться в надлежащем сопровождении, но мы были слишком бедны и не могли позволить себе пренебречь такими условностями. На ночлег мы останавливались на постоялых дворах, и за две недели пути я попробовала множество разных блюд, о которых прежде и не слыхала. Старому кучеру не было никакого дела до моих манер, и я могла позволить себе восхищаться менявшимися пейзажами за окном и удивляться казавшимся мне странными нарядом жителей тех провинций, через которые мы проезжали. Мы проделали почти весь путь без особых происшествий. Только однажды потребовалось подковать одну из лошадей. Но почти у самого Алнора, я уже приготовилась увидеть в окошке шпиля его знаменитых башен, едва мы выйдем из леса, нашу карету остановили. — А ну, стой! — услышала я чей-то зычный голос. Кучер выругался, но лошадей придержал, и карета остановилась так резко, что я едва не свалилась с лавки. — Кого везешь? — вопросил все тот же голос. — Небось, богатого дворянчика в академию? Ничто во внешнем виде нашей кареты не давало оснований для подобного вывода, но разбойника это явно не смущало. — Вели своему хозяину доставать кошели, да поживее! Я осторожно приоткрыла дверцу. С этой стороны на обочине стояли два дюжих мужика. Еще столько же, судя по всему, находилось другой, еще один, тот самый, зычным голосом, стоял впереди на самой дороге. Я несколько раз сжала и разжала кулачки, согревая ладони, к которым уже потекла вся моя магия. Применять боевые заклинания к людям по закону было запрещено, разве что в исключительных случаях. Но ведь сейчас был как раз такой, правда? Разбойники заулюлюкали, стоило им увидеть меня. Бедняжки, они еще не знали, на кого нарвались. Глава вторая Я выбирала между водной и огненной магией. О, я отлично умела метать ледяные стрелы. Они всегда точно попадали в цель. И пусть этой целью никогда прежде не были люди, я была уверена, что моя рука не дрогнет. Я знала, сколько бед причиняли путешественникам разбойники. Они лишали их последних монет, а иногда и жизни. Хотя огонь, конечно, был куда эффектнее, но я отклонила этот вариант. Погода стояла сухая, и ненароком можно было спалить весь лес. И все-таки я не стал использовать свои умения на людях, пусть и даже таких никчемных, как эти, без предупреждения. Я попрошу их удалиться с дороги, и если им достанет ума, они пропустят нас и останутся невредимы. Но сделать даже это я не успела, потому что в нашу сторону по дороге неслись всадники. Кажется, они увидели разбойников издалека, потому что тот, который ехал первым, громко закричал. «Прочь с дороги, гнусное отребье! А иначе я смету у вас с нее!» Всадников было всего двое, но у страха, как известно, глаза велики. К тому же издалека мужчина выглядел угрожающе и вполне мог быть вооружен, а нас тем самым становилось уже четверо, и наши силы с противниками почти уравнялись. Громилы предпочли не искушать судьбу и бросились в рассыпную. А мужчина, подъехав к самой карете, быстро выпрыгнул из седла и, тяжело дыша, спросил. «Надеюсь, сударыня, они не причинили вам зла?» Вблизи он выглядел совсем по-другому и совсем не производил впечатление воина. Он был молод и мил, и его руки вряд ли когда-то держали что-то тяжелее пера для письма. «Благодарю вас, сударь, вы подоспели как раз вовремя». Я изобразила нечто похожее на реверанс. «А кто бы изобразил его лучше, стоя на грязной дороге?» Он поклонился в ответ. «Рад оказаться вам полезным. Вы направляетесь в Алнор? Если позволите, мы со слугой будем вас сопровождать на случай, если эти отщепенцы вздумают вернуться. О, простите, я не представился. Виконт Стивен Кларенс. К вашим услугам». «Лоренцо Бельфор». Я сдержанно улыбнулась. «Вы тоже едете в академию?» «Именно так, мадемуазель. И если мы не хотим ночевать на улице, нам следует поспешить. Как я слышал, в стены академии пускают только до захода солнца». Я села в карету, и уже через пару часов мы были рядом с величественным замком, размеры которого поражали воображение. У ворот уже выстроилась вереница кареты, всадников, которые, как и мы, жаждали попасть внутрь. Я задрала голову, любуясь золотисто-голубыми шпилями высоких башен. «Вы здесь впервые, мадемуазель Бельфор?» спросил мой новый знакомый. «О, тогда вы непременно будете впечатлены. Сам я уже был здесь однажды, пять лет назад. Тогда в академию пытался поступить мой старший брат». «Вот как?» заинтересовалась я. «Так ваш брат учился в Волнорской академии?» Но месье Кларенс покачал головой. «Нет, мадемуазель. К сожалению, он провалил вступительные испытания. Они здесь бывают до крайности сложны. Но я твердо намерен сделать то, что не получилось у Жермена». «Значит, он тоже был намерен претендовать на бесплатное место. Но несмотря на то, что в этом он был моим соперником, я искренне пожелала ему удачи. Не сомневаюсь, что вступительные испытания вы пройдете с блеском. Должно быть, вы и сильный маг, если так отважно бросились на превосходившего по численности врага». Он покраснел от похвалы и сильно смутился. «О, нет, мадемуазель Бельфор, вы ошибаетесь. Магия в нашем роду весьма слабая. А боевой магией я не владею вовсе, но если мне посчастливится поступить в академию, я сделаю все, чтобы развить свои способности». Я посмотрела на него с удивлением. «Ну, как же вы собирались сражаться с разбойниками?» Он покраснел еще сильнее. «О, об этом я совсем не думал. Но не мог же я оставить вас в беде?» Он смотрел на меня с восторгом, и я неожиданно для себя смутилась тоже. Ни один мужчина еще никогда не делал ради меня ничего подобного. И было приятно осознавать, что благородные рыцари встречались не только в романах. Дортуары для юношей и девушек находились в разных корпусах. Поэтому, записавшись в гостевой лист и получив соответствующие направления, мы с Виконтом расстались, договорившись встретиться на следующий день. Территория академии была огромной, и пока я добралась до нужной спальни, в коридорах сделалось темно. Они освещались тусклым светом магических кристаллов, но только кристаллы давно уже нуждались в зарядке, то ли изначально были переведены на самоэкономный режим. Но толку от них было немного. Сейчас все обучающиеся разъехались по домам на каникулы, а на вступительные испытания еще почти никто не приехал. Так рано никого не ждали, пояснил слуга, который нес мой дорожный сундучок. Видимо, это должно было означать, что когда в академии соберется больше народу, то все вокруг засияет. После его слов я ожидала увидеть дартуар пустым, но нет, две из почти трех десятков кроватей были застелены. «Этажная девушка сейчас застелит и вашу постель», — сказал слуга, с облегчением опуская сундучок у порога. На той кровати, что стояла в дальнем темном углу, сидела девушка. Когда я вошла, она поднялась и, сделав несколько шагов вперед, остановилась, буравя меня тяжелым взглядом. Ее трудно было назвать красивой или даже просто милой, да она, казалось, и не стремилась производить приятные впечатления. Внимательно изучив меня, она вернулась на свое место, не пожелав ни назвать себя, ни узнать мое имя. Вот другая обитательница комнаты вошла вслед за мной, и сначала я услышала за спиной ее короткий смешок, а уже потом, развернувшись, увидела ее саму. Волосы, цветы темной меди, благородная бледность лица, осанка королевы, все в ней выдавало высокое происхождение. И уж, чтобы в этом не осталось никаких сомнений, она презрительно оглядев меня, фыркнула. И кто только не приезжает в академию. Да будет вам известно, мадемуазель, но платье из таких тканей не в моде уже лет двадцать как. Она и не догадывалась, что этими словами весьма опольстила моему наряду. Эта ткань была как минимум в пятеро старше. Я ответила ей самой широкой улыбкой, которую только смогла изобразить. Не думала, что экзаменационная комиссия будет оценивать наши наряды. И, между прочим, это только встречают по одежке, а провожают все-таки по уму. А вот им, судя по всему, вы похвастаться не можете. Ее зеленые глаза потемнели, а сама она, кажется, задохнулась от возмущения. Но я не стала дожидаться, когда она придет в себя, а развернулась и прошествовала к свободной кровати у окна. Нечего сказать. Отличные у меня тут будут подруги. Глава третья Я не была избалована изысканными яствами. Поэтому за завтраком с удовольствием съела и пшеничную кашу, и тонкий ломтик сыра с мягким белым хлебом. И искренне сказала спасибо той даме-воспитательнице, что пришла утром нас навестить и рассказать о том, что этим днем нас ожидало. А вот моя рожеволосая соседка от завтрака отказалась вовсе. Такую кашу у нас дома не стали бы есть даже слуги. Ее тонкий носик был вздернут высоко вверх. Надеюсь, вы и передадите эти слова поварам, и в дальнейшем нас станут кормить чем-то более приличным. Я не понимаю, почему я вообще должна здесь находиться? Я не нуждаюсь в бесплатном месте и стипендии. Тут она бросила в нашу со второй соседкой сторону презрительный взгляд. Моя семья вполне способна оплатить мое обучение в академии, так что я могла бы сразу заселиться в тот корпус, где живут студенты. Да, про это нам тоже уже рассказали. Двухэтажный дом, где мы сегодня ночевали, был предназначен для прислуги, которая работала в академии, и преподавателей, которые еще не дослужились до высокого статуса и не могли позволить себе оплатить отдельную квартиру. Простите, ваша светлость, но таковы правила, тихо, но твердо ответила воспитательница. Все прибывающие в академию абитуриента женского пола размещаются именно здесь. Поверьте, условия в корпусе юношей ничуть не лучше. Как только вы пройдете вступительные испытания, вас переведут в основное здание. Вы же знаете, отнюдь не все, кто прибывает в Алнор, становятся нашими студентами. Я уже знала, что ее светлость зовут Виолла, и она — дочь министра королевского двора герцога Мерсье. Кажется, она была уверена, что высокий статус ее отца дает ей в академии какие-то особые права. Я была рада, что, по крайней мере, дама-воспитательница была с ней в этом не согласна. Но вы же знаете, что для тех, кто платит за свое обучение вступительные экзамены, не более чем формальность не отступала мадемуазель Мерсье. Нам нужно лишь показать, что у нас есть хоть какой-то магический дар. Про это я тоже уже слышала, и это не казалось мне несправедливым. Кто-то платит за обучение деньгами, а кто-то часами труда над книгами в библиотеке и активной магической практикой. «Разумеется, ваша светлость», не стала спорить воспитательница. «Но правило есть правило. После того, как вас зачислят в академию, вы сможете поселиться в основном корпусе. Но даже там вы вряд ли сможете рассчитывать на отдельную комнату. Подобные привилегии удостаиваются, как правило, только старшекурсники». «Пусть так», кивнула Виола, «но там у меня, надеюсь, хотя бы будет более приличная компания». Это прозвучало грубо по отношению к нам, но воспитательница не решилась сделать ей замечание и предпочла ретироваться. Когда же мантмазель Мерсье удалилась, оставив нас со второй соседкой вдвоем допивать несладкий травяной чай? Мне показалось, что дышать стало гораздо легче. Моя сотрапезница не спешила начать разговор, а молчание становилось напряженным. Я спросила первый. «Вы прибыли в Волнор издалека?» В ответном взгляде ее темно-карий глаз промелькнула усмешка. «Конечно, иначе с чего бы приезжать сюда так рано?» Она не была склонна к общению и, похоже, ничуть не нуждалась в нем, но глупо было провести несколько дней в одной комнате и не познакомиться. Нет, формально мы представились друг другу еще накануне вечером, ее звали Миранда Дюпен, дочь барона Дюпена и правнучка генерала Дюпена, героя Великой войны. Так она сама себя вчера аттестовала. И уже поднявшись из-за стола, она не удержалась и сама задала мне вопрос. «Ты владеешь магией воды или огня?» Она первая обратилась ко мне на «ты», и я ничуть не обиделась. Если ей хотелось общаться без церемоний, то я была совсем не против. «Впрочем, можешь не отвечать, это не имеет никакого значения. Какой бы магией ты не владела, я все равно обойду тебя на испытаниях. Я обязана поступить в академию, я сделаю это. А таким неженком как ты или мадмазель Мерсье здесь вообще не место». И заявив это, она покинула столовую залу. И разве после такого было удивительно то, что я от души обрадовалась встрече с месье Кларенсом на крыльце библиотеки. Он, как и я, направлялся в читальный зал. «Полагаю, нам следует получше познакомиться с историей Алнорской академии», сказал он после должного приветствия. «На случай, если экзаменаторы спросят нас именно об этом». Мне понравился его серьезный подход к делу, и мы до самого обеда просидели под сводами наполненного книгами зала. Мы не только повторили историю самой академии, но изучили все то, что касалось вступительных испытаний. «Я уверена, месье Кларенс, что вы сумеете ответить на любой вопрос», улыбнулась я, когда мы снова оказались на залитой солнцем улице. «Благодарю вас, мадемуазель Бельфор. Кажется, он был польщен». «Меня не слишком пугает теоретический экзамен, к нему я готовился долго и тщательно, а вот практические испытания и дело другое. Боюсь, с помощью своей магии я не сумею справиться даже с самым слабым големом». Да, это было одно из обязательных условий — сражение с аморфным существом. Сила этого существа зависела от категории абитуриента. Для тех, кто, как и мадемуазель Мерсье, поступали на платное обучение, будут выводить на боевую площадку слабых големов, а для тех, кто состязался за бесплатное место, куда более сильных. «Не понимаю, к чему вообще весь этот цирк?» вздохнул Стивен. «Я всегда полагал, что для настоящего ученого владение боевой магией вовсе не является обязательным». Я думала по-другому, но не стала ему возражать. Ему и без того было грустно. «Может быть, у вас все-таки получится?» Но он покачал головой. «Хотелось бы мне думать так же, мадемуазель Бельфор. Только прошу вас, не думайте, что я манкировал своими обязанностями и не практиковался должным образом. Но боевая магия дается не всем, и как бы я ни старался, я не сумел ею овладеть. Равно как и мой старший брат и мой отец. Я умею сковывать предметы льдом, но силы моего заклинания столь невелика, что оно не удержит голем и надолго. Так что боюсь, я покину Академию уже через несколько дней». Он сказал это с таким отчаянием, что мне захотелось ему помочь. «А что, если я поддержу вас на испытании? Лед может стать отличным оружием. Я тоже владею этим заклинанием, и если мы применим его голему одновременно, то наверняка скуем его так, что он не сможет и пошевелиться». О, сколько признательности было во взгляде месье Кларенса. «Не знаю, какая благодарить вас, мадемуазель, за желание помочь», воскликнул он. «Но разве такое мне совсем не хочется, чтобы вы из-за меня тоже лишились возможности здесь учиться». Да, это было бы обидно, но я не привыкла отступать. И чем больше я думала над этой идеей, тем более интересной она мне казалась. «Мы что-нибудь придумаем», сказала я без тени сомнений. «Если мы немного попрактикуемся, то я уверена, что никто ни о чем не догадается. Думаю, экзаменаторы будут находиться на расстоянии от площадки. Вряд ли им хочется попасть под горячую неопытную руку какого-нибудь абитуриента, неумело применившего заклинание. А вокруг будет много народа, и уловить след чьей-то магии будет почти невозможно. О, было бы замечательно, если бы у нас получилось, а я в ответ готов помочь вам на теоретическом испытании». Теперь Стивен смотрел на меня уже с надеждой, и мне ужасно захотелось эту надежду оправдать.